Добрый вечер всем! Добрый день! Как у вас первый день? Постоянный вечер. У вас сегодня год. Мы вас назначили на должность главного тренера. У меня простается? Да. Спасибо. Первый день. Как у вас первое занятие? У нас первое занятие было вчера. Пришло на хорошем эмоциональном подъеме. В принципе, хорошо все было. Поэтому... Команда действительно готова лучше, чем в прошлом году? Да, наверное, готова. Потому что в том году большие паузы были у ребят. Которые мы приглашали. Пришлось... Кто-то не катался по две недели. Сейчас поменьше паузы. Поэтому получше прошли. И занятия прошло получше. Поорганизованнее. Поедете вечером смотреть СССР. Для вас важно мониторить полуфиналы? К сожалению, нет. У нас тренировка вечерняя. Будем смотреть по телевизору. И болит-то хорошенький. Главный вопрос, который последние несколько дней обсуждается. О чем уже спрашивают Третьяка и Сафронова. По поводу вашего возможности совместиться. Как вы относитесь к этому обсуждению? И есть у вас решение? Обсуждается, обсуждается. Со мной пока про это не обсуждается ничего. Я, наверное, против этого. Против совмещения? Да. Скажите, Евро-Хакетур и Евро-Вызов будут расцениваться как тренировочные матчи? Или все-таки будет ставиться задача выиграть их обязательно? Еще раз извиняюсь. А Евро-Тур и Евро-Вызов будут рассматриваться как этапы подготовки к чемпионату миру? Или все-таки будет желание выиграть там? Ну, во-первых, у нас всегда желание выиграть. Потому что как можно выходить и не желать выиграть. Но как это получится? Сейчас вот мы за восемь дней, мы ребят немножко поднагрузим. Поэтому они будут играть под нагрузкой. Им будет не очень комфортно себя чувствовать. Но в любом случае мы будем требовать от них максимального результата. И надеемся на выигрыш, конечно. Олег Валерьевич, в какой форме динамовцы прибыли в сборную? Есть ли у вас истинная команда? Давайте мы по сборной будем разговаривать. Тогда по форме. По форме какая? Красивая форма. Красивая, но физическая. Физическая тоже неплохая форма. Олег Валерьевич, вам явно не хватает этой тяжелой работы каждый день. Господин Шевченко, давайте мы сейчас будем обсуждать сборную, а не динамову. Почему вы против совмещения? Вы сегодня немножко изменили формат открытой тренировки? Вы немножко изменили формат открытой тренировки сегодня? А это по вашему желанию было, кстати, организовано. Вы сказали, что вам надоело уже смотреть на льду и холодно там, а вам ни чай, кофе не дают, поэтому... И накладок, чтобы не было с полуфиналом вечерним. Да, поэтому все сейчас делается ради вас. Можно было чай и кофе просто? Я тебе не могу и коньячка тут налить. Можно по НХО вопросы задавать? Например, по НХО освобождается два вратаря от Варламова. Пока рано об этом говорить. Будем обсуждать. Там не только два вратаря, там и третий может освободиться, и, может быть, и Василевский может освободиться. Поэтому там, как мы смотрим, идут первые половины, они попадают друг на друга. Кто-то в одной и в другой команде, грубо говоря, в парах наши есть. Поэтому кто-то вывалится все равно. Мы, конечно, надеемся, что того, кого мы хотим, они прибудут. Чехия, это не Минск дружелюбно, это на границе с Польшей. Нас не очень любят. Насколько для вас важно сборно отодвинуть от всех этих внешних воздействий? А где нас сейчас любят, я не могу понять. В Латвии любят? Не знаю. Нет, но я скажу, что... Что вы сказали? Чтобы отодвинуть сборно от внешних воздействий. Всех болельщиков, реакций. Мы пытаемся это сделать, пытаемся. Ситуация, конечно, сложная в мире. Поэтому нам нужно сплотиться и доказать, кто есть. Еще вопросы, коллеги? Спасибо. Спасибо.